Друзья, всем привет! Сегодня у меня будет два ролика, посвященные банкирам. Этот ролик посвящен тому, как свое состояние сделал глава Сбербанка Герман Греф. Появился телеграм-канал Чеснок Медиа. Этот канал не является анонимным. Его автор – это заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. Так вот, Эдвард разродился очень серьезным материалом, который нанесет серьезный репутационный ущерб главе Сбербанка Герману Грефу. 28 февраля появился в телеграм-канале Чеснок Медиа первый пост такого содержания. В конце 2016 года мне, как журналисту-международнику, написал письмо гражданин ФРГ, которого в дальнейшем я буду называть просто «Источник». Хорошо владея русским, «Источник» предлагал встретиться, чтобы рассказать о росте преступности в ЕС и проблемах с мигрантами. Я регулярно об этом писал и пишу до сих пор. Против встречи я не возражал. Почти ровно три года назад, в конце февраля 2017-го, мы с «Источником» в течение двух часов беседовали недалеко от метро «Динамо». На второй час, вероятно, прощупав меня, «Источник» заговорил о главном. В конце 1960-х «Источник» учился русскому языку в Ленинграде. Следует понимать, что в то время житель любой части Германии, направлявшийся в СССР на длительный срок, курировался немецкими спецслужбами и или был их кадровым сотрудником. Около 1973-го года в Ленинграде «Источник», по его словам, познакомился с человеком по имени Виктор Ильич Колесников. В 2001-м году полный тезка указанного лица был назначен главой администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Около 2008-го года старые друзья обратились к «Источнику» с предложением. Некие люди в финансовых кругах РФ хотели бы купить немецкие марки времен ГДР. Прием и обмен этих дензнаков на марки нынешней Объединенной Германии прекратился еще в 1990-е годы. Сейчас данные купюры не имеют покупательской силы. «Источник» свел старых друзей с поставщиками ФРГ, готовыми продать марки ГДР по цене от 4 до 16 центов за марку, в зависимости от общего объема. Никаких проблем найти такой товар в Германии нет. В 1990-м году предприимчивые товарищи выгребали из подвала в Госбанке ГДР СИИ социалистические дензнаки, в раз ставшие бесполезными, и свозили к себе на дачу. На всякий случай, как видите, всякий случай предоставился. Условия в таких сделках всегда диктует российский покупатель, поэтому нельзя даже исключить стоимость в 1 цент за марку, говорил мне источник. В подтверждении своих слов источник показывал фотографии около 10 кубометров марок ГДР в банковских упаковках, а также список всех партий этих марок, имеющихся у поставщиков с номиналом с сериями купюр. То есть представьте, что такое 10 кубометров марок. Осенью 2012 года человек, которого источник называл Колесников, умер, предположительно, от рака, после чего к источнику напрямую обратились представители следующего звена цепочки с просьбой возобновить поставки марок ГДР, прерванные из-за смерти Колесникова. Источник прямо назвал мне и несколько фамилий, одна, например, немецкая из четырех букв. Ну и, естественно, понятно, что речь идет о фамилии Греф. Не сразу, но привел и название организации, выступающих конечными покупателями ГДРовок, большой зеленой и уютной газовой банки. Почему источник был со мной откровенен, могу лишь гадать. Возможно, находясь в уже преклонном возрасте, просто хотел поделиться до сих пор волновавшей его историей. Вы спросите, в чем же смысл? Зачем тратить миллионы евро на покупку фантиков, пусть и с миллиардным номиналом? На этом пост заканчивается, и вот уже пост продолжения. Все, что изложено в предыдущем посте, рассказ моего источника, подкрепленный рядом доказательств, какие не публикую, дабы не подвергнуть его опасности. Я мог бы перекинуть темник в какой-нибудь анонимный канал, но, как у журналиста, у меня есть имя. И именно оно гарантия, что первая часть истории – правда. Ну, как я уже сказал, автором этих публикаций является заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. Перейдем ко второй. Зачем было проворачивать абсурдную с экономической точки зрения покупку 10 миллиардов марок ГДР, источник не сказал, не знал или не хотел знать. И вот, что я думаю. Первое. В либеральном экономическом блоке имелась организованная группа, наладившая канал поставки в РФ больших физических объемов неликвидных, вышедших из обращения валют марки ГДР, за сотые доли от номинальной стоимости. Указанные объемы валют по бумагам проводились в банках, возможно, не исключая и золотовалютное хранилище ЦБРФ, просто в качестве дойч-марок, без указания их привязки к конкретной из двух частей ранее разделенной Германии. Марки ФРГ до сих пор являются законным платежным средством, могут быть обменены на евро. Ну, то есть, заявляется, что в хранилищах, например, Сбербанка, имеются марки ФРГ, выпуска еще там 60-70-х годов, и они являются активом. Марки ФРГ, их можно даже сейчас поменять на евро, но это марки не ФРГ, а ГДР, которые реальной стоимости не имеют, то есть, показывают, что есть актив в марках Германии, ФРГ или ГДР, это упускается из виду, и что этот актив, в принципе, может быть обменен на евро, который сейчас в ходу в Германии. Реальная валюта евро, марки ФРГ и так далее, замененная таким образом на неликвидный симулякор, вероятнее всего, выведенные из РФ за рубеж прямо-таки круговорот дойчмарок в природе. Стоит отметить, что эта цифра 10 миллиардов в валюте близка к той, которая недавно фигурировала в скандалах с зеркальными сделками вокруг Дойче Банк. Опять немцы. Здесь уже говорится о том, что есть также подельники и непосредственно в Германии в Дойче Банке, которые по бумагам или по электронным каким-то платежкам могут провести эти марки ГДР, которые не имеют никакой стоимости, как марки бывшей ФРГ, которые могут быть обменены на реальные деньги, которые сейчас в ходу в Евросоюзе и в Германии – это евро. Вот таким образом преступники, банковские преступники в России и в Германии смогли обогатиться в общей сложности на 10 миллиардов евро. Если кто-то скажет, что это немного, ну посчитайте, сколько это в рублях. Хотя понятное дело, что 10 миллиардов евро – это очень серьезные и большие деньги. Следующий пост в Чеснок Медиа. Внес в пост об афере с марками ГДР косметические корректировки, поскольку изначальная версия текста оставляла возможность для некорректной интерпретации одной детали. Всей этой историей я занимался по собственной инициативе, никакие медиа, кроме телеграм-канала Чеснок Медиа, в нее вовлечено не было. Вы, конечно, скажете, а как же opinion balance и мнение другой стороны, но кого прикажете спрашивать умершего в 2012 году человека, о котором говорил источник? Кстати, на фоне новостей о друге полковника Захарченко, который сбежал во Францию, натурально оказавшись миллиардером, история с марками перестает выглядеть такой уж абсурдной. И еще один пост из крупнейшего телеграм-канала «Низ Игорь», зачитаю вам. По поводу расследования про марки ГДР коллеги Чеснок Медиа. Параллельно с его расследованием несколько источников нам сообщили, что во всей этой афере участвовали Сбербанк и Газпромбанк. Понятно, что давность лет и прочее, но люди на обмане конкретно сделали целое состояние. И история требует расследования Следственного комитета. Об афере с марками ГДР как минимум знал брат покойного петербургского чиновника Виктора Ильича Колесникова Владимир Ильич Колесников. Биографии у него интересные. Десятки лет работал на высоких должностях в МВД, один из создателей ростовского клана в МВД. До 1991 года начальник криминальной милиции Ростовской области. С 1992 начальник управления уголовного розыска МВД России. В 1996 в РИО министра внутренних дел России и первый замминистра. С 2000 года советник генпрокурора Устинова. С 2002 по 2006 зам генпрокурора России. Затем замминистра юстиции и депутат Госдумы. Активно помогал Дерипаске зачищать Анатолия Быкова и перехватывать активы в пользу семьи. Инициировал в Красноярском крае 60 уголовных дел. В результате Анатолий Быков, которого называли главным авторитетом края, был вынужден покинуть Россию. Зачищал окружение магаданского губернатора Цветкова. Активно воевал с Рушайло. Во всей этой истории возникает интересная связка. Полковника, тоже МВД, Захарченко, одного из самых ярких выходцев Ростовской партии в МВД, обвиняют в вывозе за границу триллион рублей. То есть на лицо глобальный схематоз по выводу денег. Цепочка марки ГДР, Колесников из МВД, Захарченко из МВД. И афера с марками ГДР, лишь малая часть цепи. Теперь мое мнение по поводу того, что я вам сейчас прочитал. В Телеграм-канал один из журналистов ведущего российского издания «Комсомольская правда» выдает информацию, которая не освещается больше нигде. не публикуется это в прессе, в «Комсомольской правде», не публикуется это по телевидению, не говорят об этом блогеры. Эта информация напрямую выкладывается в Телеграм. И вот уже из Телеграма, судя по всему, будут расходиться волны. Ваш покорный слуга тоже приложит к этому руку. Возможно, этот ролик будет один из первых в Ютубе, где будет выложена эта информация. И однозначно эта информация ударит по авторитету Сбербанка, по авторитету Газпромбанка и по авторитету Германа Грефа. В том числе по авторитету и Дойче Банка. То есть те коррупционеры в нашей банковской сфере, коррупционеры в немецкой банковской сфере, я думаю, почувствуют на себе волны от нескольких постов в месседже Телеграм, на канале, у которого на данный момент 3,5 тысячи подписчиков. Телеграм действительно становится серьезной силой, которая способна влиять на политику, на мировую политику. И я надеюсь, что какие-то коррупционеры, а именно те, которые упоминаются в этом расследовании, будут привлечены к ответственности за их махинации. На этом пока все. Если будут еще какие-то публикации по этой теме, я вас с ними обязательно ознакомлю. Спасибо за внимание. Всем пока.